Всем привет! Ну что, на моем канале тоже анкета эстафета, и эту эстафету мне передала Олег Сапан. Александра, привет! Огромное тебе спасибо за такую возможность поучаствовать, да? Мне нравится такое ютубское сообщество, когда мы все общаемся друг к другу, эстафеты передаем, просто супер! Конечно же, я оставлю ссылочку на канал Александра, обязательно проходите и смотрите, хотя я думаю, что очень многие видели, знают ее канал, смотрят ее ролики. Потрясающая, красивая, позитивная, лучезарная девушка, которая ведет парфюмерный канал. Ну вот, например, я, когда веду парфюмерный канал, мой канал, я говорю нравится, не нравится, ну как-то так все, знаете, больше поверхностно. Все-таки Александра подходит, как мне кажется, более прям серьезно, углубленно. Она знает, когда создан был аромат, кто парфюмер, показывает, рассказывает, на какие ароматы еще схож парфюмчик. В общем, очень познавательно, но при этом очень весело. Я уверена, что вам всем нравится, кто не был, заходите, вам понравится. Все, теперь давайте приступим к эстафете. Я, конечно же, себе написала, переписала вопросы, потому что, ну, все не запомнишь. Ваш любимый цвет, мой цвет, это красный цвет. Ну, еще я люблю, например, фуксию, ну, то есть красный с оттенками, там, розового. Ну, в большей степени, наверное, ну, он приближен к красному, да, но вообще с детства, с детства я всегда обожала красный цвет. Потом какое-то время я носила все розовое, но это так, знаете, все-таки, наверное, мой любимый цвет, это красный. Любимый фрукт. Я люблю персик парагвай, который такой сплюснутый, знаете, я могу, мне кажется, невероятное количество его съесть, особенно если он такой холодненький, с холодильничка, сочный, сладкий. Обожаю. Еще я люблю, кстати, черешню, темную такую, да, красную, ну, и клубничку, ну, как-то так. Но самый-самый все-таки это персик парагвай. Третий вопрос. Какой вид искусства предпочитаете? Ну, наверное, вообще никакой. Во-первых, я ничего не умею. Я никогда, ну, как, я начинала многое рисовать, ну, это, знаете, на неделю. И на гимнастику ходить, это на две недели. Чего я только не делала, в общем-то, я всегда все бросаю, мне всегда это все не нравится. И, честно признаться, я все делаю достаточно плохо, как бы я себя вообще считаю, ну, таким вот рукожопчиком. Ну, вот не могу я особо ничего делать, знаете, вот и готовить я не люблю. Ну, в общем, и искусство мне особо не нравится. Нет у меня, чтобы я там, ну, не знаю, что там, да ничего. Что, картинами любовалась, фотографиями, что там, я не знаю, чтобы меня тянуло на какие-то там театры сходить. Нет, абсолютно нет. Вообще, мне кажется, искусство и я, это прям очень-очень далеко. Так, дальше. Четвертый вопрос. В какой стране провели бы каникулы? Наверное, это Европа. Не знаю, где именно. Тут, конечно же, я как человек семейный, я должна посоветоваться с мужем. Ну, и, в общем-то, думаю, что в ближайшее время, в смысле пару лет, может быть, даже куда-нибудь и выберемся, очень бы хотелось, именно в Европу, мне. Ну, мужу тоже, я уверена. Так, пятый вопрос. Хотели бы вы отправиться в путешествие? Ну, конечно. Кстати, мне очень нравится, в принципе, путешествовать. Ну, как, путешествия для меня должны быть, знаете, комфортные, комфортные, хорошие номера. Все, что, вот, знаете, там долго ходить, там под дождем бродить, это все не мое. Так что в путешествия, да, конечно, бы хотела. И, кстати, я бы слетала в Аланию, вот, потому что я бы хотела вообще, знаете, жить прямо на берегу моря, прямо даже какой-нибудь такой многоэтажный дом, в котором есть прямо и открытые, и закрытые бассейны даже. Я знаю, что это есть в Алании, и я бы хотела посмотреть, потому что я не могу мечтать о том, ну, как бы, я там не была. Вот я хочу посмотреть. Путешествие я бы хотела, да, отправиться именно в Аланию, и это прямо в ближайшее время я бы, да, хотела. Дальше. Любимый исполнитель. Знаете, вот, например, как-то группы я не люблю, именно по каким-то, знаете, как бывают фанатки, да, такие прям ярые. Я никогда, вообще у меня не было таких любимчиков, фанатка, и никогда я не была. Мальчики так тем более мне не нравятся исполнители, ну, просто я даже как-то, ну, не затрагивают. Ну, песня может быть какая-то просто вот по душе и все, а сам исполнитель как-то мне вообще все равно, кто поет. Единственное, что вот сейчас мне все-таки нравится голос Полины Гагариной. Я люблю мощные, я люблю такие прям горластые, но вот такие, знаете, не писклявые, а мощные голоса. Вот Полина мне нравится. И раньше, кстати, я очень сильно любила группа Астуди, она не в смысле группа я любила. Я любила Кэти Тапурию. Очень тоже мне нравится ее голос. Вот так. Ну, чтобы прям я фанатела, это, знаете, то, что я вспомнила, потому что, ну, у меня, в принципе, особо-то никто не нравится. Ну, вот Гагарина, да, в последнее время мне прям нравится. Но, опять же, я ее себе не закачиваю там, не слушаю. Просто, если будет по радио играть, я сделаю погромче. Все. Дальше. Седьмой вопрос у нас. И вопрос. Любимый праздник. И вы знаете, день рождения. А почему? А потому что 8 марта или там Новый год – это праздник для всех. А когда день рождения, звезда должна быть одна. Вот. Только я. Вот. Поэтому я очень-очень люблю день рождения. Так. Восьмой вопрос. Любите ли вы что-то менять в своей жизни? Ну, смотря какое это что-то, большое или маленькое. Если такое оно как бы маленькое, даже среднее, да. Да, вполне очень даже. В смысле, там куда-то поехать посмотреть что-то. Сейчас ездить куда-то в путешествие. Вообще, я только за. Раньше как-то еще не знаю. Вот сейчас прям, да, за. Переклеить обои. Если, тем более, это бы не я делала, то вообще клейте раз в месяц. То есть, покупка новых что, что-то, знаете, там диван передвинуть. Очень люблю. Ну, вот как-то даже зрительно менять. Но, например, переехать на постоянное место жительства в другую страну, где ты не знаешь язык, то есть что-то абсолютно кардинальное, здесь у меня панический страх. Вот тут нет. То есть, ну, вот смотря что. Если это не переезд в другую страну, тогда я за, да. А вот такое нет. Так. Ой, девятый вопрос. Какой вид спорта вам нравится? Никакой. Я люблю спать. Вообще, я лентяйка. И мне кажется, что я как-то быстро утомляюсь, наверное. Ну, я не знаю, от чего это зависит. В общем, я прям сплю, утром меня не разбудить, значит, вечером мне нужно поспать. Ну, кстати, ночью, да, трудно заснуть. Но вообще, я ничего не люблю. Ведь спорта, вообще, спорт это не мое. Для меня очень сложно, знаете, поприседать. Я пять дней поприседала и на полгода забыла. Все. Вот прям забываю, не хочу. Вот мне прям лень. Вот лень. Нет, спорт это вообще не мое. Десятый вопрос. Как справляетесь с депрессией? Вот вы знаете, я вспоминала, вспоминала, когда у меня вообще последний раз была депрессия. И была ли она у меня? Мне кажется, прям в депрессию никогда не впадала. По поводу плохого настроения, я по знаку зодиаку скорпион. И вообще, у меня резкие перепады возможны. Я здесь разозлилась, там, через три секунды рассмеялась. То есть, мне кажется, у меня вообще не бывает депрессии. В принципе, вот в принципе, я довольно-таки позитивный человек. Как справляюсь, если прям что-то, да, мне как-то не очень крашусь, да. Знаете, я иногда, бывает, когда вы погружаетесь в свои мысли, да, я вот прям села и пошла тенем уливать. Ну, вот у меня такое еще со школы было. Сейчас как-то у меня, кстати, меньше таких депрессивных дней, потому что я уже так давно не делала. Ну, то есть, либо сплю. Ну, опять же, сплю, потому что устала. А устала, ну, бывает, да, у вас плохое настроение, но это даже не плохое настроение, это просто усталость. То есть, ну, в общем, я не помню себя давно в плохом настроении. Если это и было, то это вот такое, знаете, ну, пятиминутное, десятиминутное и все. Либо когда кто-то сделал не так, как я хотела. Все, ну, ну, это как бы не депрессия. Вы просто, ну, там, психанули, расстроились. Ну, то есть, это не то состояние. Дальше. Одиннадцатый вопрос. Хороший ли вы человек? Ну, я надеюсь, что да, но немного жесткий, но я считаю, что я довольно-таки справедливый человек. Вот так я вам скажу. То есть, как бы сюсюкаться я не люблю, пожалеть особо там кого-то я не очень люблю. Вот, но я думаю, что это справедливо, в общем-то. Я так надеюсь. Хотя, кстати, многие говорят, что вот Марина справедливая. Так что я справедливая. Вот. Не знаю, хорошая или плохая, но, в принципе, справедливый человек не может быть плохим. Правда же? Так что я очень даже справедливый и хороший человек. нахвалила себя. Вот. Двенадцатый вопрос. А вопрос от Александры. Какие ваши любимые ноты в парфюмерии? Естественно, персик и, естественно, магнолия. Мне кажется, все это знают. Значит, самый-самый крутой персик, который у меня есть, это снятый аромат компании Avon, линейка TTA. Это Together. Это белые цветы и просто пропавшие уже перезрелые персики. Но я прям так тащусь от этого аромата. Ой, у меня есть в запасиках тридцаточка. Вот эта тридцаточка, видите? Вот такая. Очень нравится. Донышко. Здесь, кстати, было, да, оно голубенькое. Просто парфюмка пожелтела от времени, поэтому не так заметно. Вообще донышко, да, голубое. Я просто как-то показывала этот аромат, мне написали, а вот у меня донышко голубое. У меня тоже голубое, просто это не так сильно заметно. Когда он прозрачный был, да, аромат, это было заметно. А сейчас вот уже старенький, уже желтенький. Но пахнет все так же берегу. В общем, любимый персик. Вот кто знает клон? Вот прям один в один. Знаете, вот мне хоть заказывай у какого-то парфюмера, вот сделайте мне вот так же. Вот очень люблю. И по поводу магнолий, самый мой любимый аромат все-таки. Это опять снятый аромат от Avon Femme. Avon Femme у меня в 30 миллилитрах. Да, кстати, его перевыпустили в Ife Elegance. Так, что-то я сразу не догадалась взять. Вот, значит, Ife Elegance. Ну, для меня они максимально похожи. Цветочный, яркий, мощный, приятный. Значит, что там? Магнолия, гранат, очень сочный. В общем, обожаю. Вот этот мой аромат именно с магнолией. Самый-самый любимый. А в общем-то магнолия, самый любимый цветок в парфюмере. Вообще люблю белые цветочные ароматы. Горденью тоже люблю. Есть у меня, кстати, с Горденьей тоже хороший аромат, тоже снятый. Почему-то, что уже нельзя купить. Мне больше нравится, чем то, что пока еще можно приобрести. Значит, вот такие были вопросики. 12-13 вопрос будет от меня. Тем, кому я передам эту эстафету. 13-й вопрос. Это, я думаю, будет тем интересно. Мне очень интересно. Я, например, про себя не знаю, сколько у вас ароматов, количество. Давайте так. Пробники мы не берем. Отливанты тоже не берем. Допустим, если это миниатюрка 10 мл Эйван, ну, то есть, это как бы заводская упаковка. Тут мы будем, да, считать. Наверное, давайте мы не будем считать миниатюрки. 5 мл вот эти мини-флакончики. Все, что от 10 мл, да, но не от Левант, а именно флаконы. И дальше. Вот сколько у вас ароматов. Очень интересно. А свою эстафету я передаю. Я тут записала, чтобы правильно произнести. Значит, Верунчик, да, канал называется. В общем-то, Вероничка, тебе привет. Привет, очень красивая, позитивная, классная девчонка. Я ее, кстати, смотрела, когда я еще не снимала видео. Прям-таки давно, прям очень давно. И какое-то время она не снимала. Я очень расстроилась. Помню, писала ей, что, ну, почему же вы не снимаете видео. В общем, вернулась она на YouTube. Я очень рада. Я вас всех приглашаю на ее канал. И если ты меня увидишь, вдруг ты посмотришь это видео, то тебе большой привет. И, конечно же, присоединяйся к этой анкете эстафете. И, Алена, я опять же вставлю картинку, как выглядит канал. Оставлю обязательно ссылочки. Вот мне лично, просто мне лично, тоже очень интересно узнать о вас поближе. Все эти, как бы, ответы на эти вопросы. Я думаю, всем девчонкам тоже будет очень интересно. Мне кажется, это очень классная идея. Эстафет, я так смотрю, несколько сейчас идет в YouTube. Так что давайте посмотрим, вдруг девчонки выложат тоже видео. Всем огромный привет! Я буду очень ждать видео от Вероники и от Алены. Все, всем пока, до новых встреч!